мы в Африке, и это Кения! дальше будет невероятно интересно ты снимаешь его? я снимаю, как ходила сейчас мы садимся в вертолет и летим на необитаемый остров 150 тысяч рублей идем знакомиться с местными жителями сейчас мы идем делать ритуал пойдем подниматься на вулкан вау привет всем, меня зовут Дима Масленников я думаю, что каждый из вас не ожидал увидеть меня на этом канале но немножко подождите, потому что дальше будет невероятно интересно дело в том, что Леша Столяров на свой день рождения получил невероятно крутой подарок happy birthday my name is Harry Dyer my name is Andrew, I am the one of the pilots incredible trip in Kenya он отправился на выживание в Африку а именно в Кению друзья, мы приехали на выживание не в Московскую область и даже не на другой конец России мы в Африке и это Кения друзья, что нас здесь ждет не знает никто я подготовил для Леши супер экстремальный челлендж по выживанию всего будет три задания одно опасней и экстремальней другого и чтобы вам и Леше было интереснее смотреть и участвовать в этом ролике на кону будет 150 тысяч рублей по 50 тысяч за каждое задание справляется? получает бабки не справляется? деньги отправляются вам так что досмотрите этот ролик потому что в конце он наверняка с чем-то не справится и вы узнаете как забрать деньги себе ну что, Лех пакуй свои чемоданы и отправляйся в Кению потому что тебя ждет мое первое задание оно состоит в следующем где-то на просторах Африки есть дикое племя Самбура которое не знакомо с цивилизацией твоя задача внедриться в это племя общаться только с ними и прожить бок о бок с аборигенами 24 часа удачи так, ну чего, ребята это первые кадры мы сейчас собираемся у нас все четко в начале все шло по плану мы были в графике мы выехали из дома за 3 часа но аэропорт в Домодедово очень находится далеко от нашего офиса и вот мы за 40 минут вбегаем в аэропорт Домодедово и мы последний кто остается на регистрации на самолет это чудо если мы успеем на самолет нам говорят на регистрации что еще буквально 3 секунды и нас бы не пустили в самолет 55 минут еще до вылета а что за новое правило но нам повезло что у нас все справки для ковида есть у нас есть обратные билеты и нас пускают за нами буквально девушку ее не пускают это была самая нервная моя регистрация на самолет вы даже не представляете как я себя каждый раз заставляю чтобы выйти на пробежку сейчас я продемонстрирую что происходит в моей голове когда я себя каждый раз уговариваю давай Леш надо собрать все силы отправиться бегать ага с голым торсом и босиком на улице то немая месяц согласен не подумал обуться и одеться нужно давай побежали а не ну хорошо оделись мы где мои часы где мой телефон это очень важно для меня теперь у тебя все есть давай беги все было клево не буду тратить твое время я пожалуй не побегу я знаю сейчас мы точно побежим друзья я теперь не представляю пробежку без наушников sony wf xb 700 ребят это максимально удобно и ничего тебя не отвлекает от любимой пробежки и кстати говоря у этих наушников есть функция экстра бас которая позволяет ему ловить самые низкие частоты настоящий кайф и еще этим наушникам не страшна влага ни дождь ни пот делюсь с вами находкой надеюсь что и для вас музыка отличная мотивация выйти на пробежку оставляю ссылку на интернет-магазин где вы можете приобрести этих малышек все удачи всем я побежал по ссылке в описании вы можете приобрести наушники sony wf xb 700 со скидкой стилеров алексей в кении просто меня одного так встречает и все весь аэропорт как остановка автобусная правда ну не знаю такого аэропорта я маленького еще не видел ну друзья самое главное сейчас у нас маленький самолет он нас куда-то в такую задницу сейчас поедем просто вот честно признаться уже кажется куда дальше офигеть смотрите какой он маленький Леха ты готов лететь? я готов лететь давай братан руку в самолет руку в самолет знаешь как я в каком-то в машине ребят все в порядке всегда казалось что такие самолеты выглядят ненадежно но час десять там еще лететь смотрите даже в столице наэропе есть трущобы просто какие-то гаражи честно сказать если столица такое я не знаю когда мы полетим дальше что там короче мы будем приземляться на дорогу просто в тупую короче мы будем приземляться на дорогу просто в тупую и 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 после того как мы сейчас только-только прилетели в Кению я могу сказать пишите в комментариях в какую страну нам поехать на следующее выживание потому что реально вот новые страны это что-то нереально крутое а Африка это просто пушка если есть у кого-то идеи там как выпустить страну или может быть место для выживания где максимально будет трудно напишите пожалуйста в комментариях потому что блин невероятные мы летели мы летим уже ну добираемся до места около 16 часов Russian Car УАЗик ребят это русский УАЗик в Кении реально праворульный УАЗик видел такой когда-нибудь в Киеве ребят все очень четко мы идем сейчас выполнять задания идем знакомиться с местными жителями племя и проведем с ними ночь честно признаться надеюсь Леуиа знает что делать это наш друг он нам выдал вот такие копья короче их становится больше но меня еще больше пугает что ну коллаж они модные такие они модные такие что означает? красное красный глаз оооо это очень круто да хранит здесь да мы не храним не храним мы просто есть животные мы едем но мы не храним смотрите на бушке они помимо того что охотятся они еще выращивают они офигеть животные да? да не храним что это Кенея для вас в несколько словах в самом деле Кенея это одно из африкиных стран и у нас есть много в Кене есть мы более 42 это Кенея и много жесткий жесткий я тут только шел жесткий 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 вот условно я мог на ногу пройти ну попробуй не надо пробовать ты дурак это нормально нереально как в гвозде да? прокалывается? молодец проверил вот оператор вот 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 охренеть прикинь да? вот так херакс не зря я проверил так стремно идти к ним в племя how much family in light leaf here? one man one man with four wives минимум 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 4 жены мне начинает нравиться минимум 4 жены минимум окей one family how much family how much children one family? yes 20 30 15 детей смотри сколько у них козлов что можно самое опасное найти в Кении в этой части мы живем в Либраинской в Калининской в Наробе до того как бы людей мы не боимся только животных как леони львов или эллифанты спина прыгают спина 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы начинаем устраиваться спать Прямо здесь, да, прям в лесу Чувак, да у нас Вот это что-то на богатом Что-то на богатом Все, брат, там 5 звезд есть Короче, ребят, я так никогда не спал В Кении Первый день в Африке Это настоящая пушка Все, все, ребят, все, ребят, спокойной ночи, пока Доброе утро, время, время 6.23 Доброе утро, время 6.23 Итак, друзья, ну что у нас полностью получилось переночевать с воинами Самбуру по всем традициям. Мы увидели все их традиционные моменты, как они спят, как они разделывают барана, даже суп попробовали. Ну что, Лех, честно тебе скажу, ты меня поразил, потому что я думал, что ты не справишься и после 24 часов с диким племенем ты будешь выглядеть примерно вот так. Но ты справился и 50 тысяч рублей отправляются тебе. Но не стоит расслабляться, потому что впереди второе задание. Я слышу, что где-то в Кении есть ряд необитаемых островов. Твоя задача отправиться на этот остров и провести там целую ночь в окружении диких животных, ядовитых растений и всевозможных насекомых абсолютно без гаджетов и какой-то поддержки. Придется рассчитывать только на себя. Итак, друзья, сейчас мы отправляемся на необитаемый остров, где попробуем переночевать. Чтобы это сделать, нам нужно будет практически половину Кении пролететь. Сейчас мы садимся в вертолет и летим на необитаемый остров. Дух захватывает. Вон наш пилот. Во- 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 Ребята, ну просто нереально. Друзья, только что прилетели на необитаемый остров, так как это Кения, это Африка, здесь нет пальм, здесь максимально выжженная земля, здесь есть пару деревьев, я не знаю, как мы будем делать убежище и будет ли оно вообще, но самое главное, что здесь мы проведем весь день, вечер и будем здесь ночевать. Это кроватик, круто, реально, мы сегодня хотя бы не на земле будем спать, это уже круто. Ребят, наша задача сейчас собрать хворост для нашего Кастракса. Ребят, здесь говорят, что очень много рыбы, наша задача сейчас поймать хоть что-нибудь, первый раз на моем канале будет, честно говоря, я вообще не рыбак, но попробуем сейчас. Короче, ребят, что-то не получается поймать рыбу, сейчас последний, самый последний вариант, Надежда, мы сейчас пойдем на скалы. Не, ну жизнь тут есть, ну кто-то же ее съел, ну кто-то ее съел же, да, правильно. Бро, есть, нет подбега, поймали рыбу, офигеть. Что ты можешь убежать? Леша? Брата, куда она уже, бля? Все, нормально рыба, живи. Сука. Сука. Да, мы сожрем ее. Сука. Сука. Да, мы сожрем ее. Сука. 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 Ты каждый день по кайфу. Тут хоть и крокодила водятся, но ничего. », «Змеи». Ну это нормально. Что такое Кенея для тебя? Кенея для меня это как-то наш дом. И дом. Я родился и был в школе. И это где моя жизнь и все мои пассионы. Ммм, очень хорошо. Все, что поймал, все, что приготовил, все съел. Попробуем еще пройти по острову, посмотрим крокодилов, змей, и будем уже готовиться ко сну в нашей базе. Что самое опасное, которое ты можешь найти в Кене? Крокодил, может быть. Да, я имею в виду, что у тебя крокодилов, и хиппо, и бафало, то жизнь может быть опасной, особенно в нашей линии. Эти, как их, мошки. Мошки. Мне кажется, он нас обманул. Где-то здесь змеи. О, маус. Все хуя их змеют. Мы находимся на необитаемом острове, и так как здесь очень много диких животных, сейчас я вам покажу супер кровать, на которой я буду сегодня спать. Раз, два, три, гоу! Так, смотрите, внимание. Здесь очень много мошкары, поэтому здесь вот такая сеточка. Ребят, пространство. На предыдущей ночи, помните, мы спали просто с Мишей на земле, теперь у нас просто, посмотрите, пятизвездочная вот такая вот хижина. Бля, фига, он провалился столько. Вот это, я понимаю, топ. Но во всю ширину ты не вытянешься, но это... Моги-моги нельзя в этом, да? Не, нельзя, кстати. Надеюсь, что ночь пройдет незаметно. Все, всем спокойной ночи. Ну что-то сказать, только браво, браво, Леха, потому что ты справился с этим заданием на сто процентов, и забираешь еще пятьдесят тысяч рублей себе в копилку. Но, дорогие подписчики, не расстраивайтесь, потому что впереди Леху ждет, пожалуй, самое сложное испытание не просто в этом проекте, а в его жизни. И что-то мне подсказывает, что он с ним сто процентов не справится. Потому что ближайшую ночь Леша проведет в самом ужасном месте Кении, в пустыне Чалби. Доброе утро, друзья. 6.30 утра. Спросили сейчас у нашего пилота, нападали когда-либо крокодилы здесь, в этом озере на людей. Он сказал, да, нападают и много. И есть даже примерно два-три смертельных исходов в год. Ты снимаешь меня? Я снимаю Кокодилы. Офигеть! Утром пилот предложил по дороге в пустыню залететь на вулкан, показать эту невероятную красоту. Я согласился, но никто не думал, что восхождение будет настолько сложным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, короче, ребят, пойдем подниматься на вулкан в Кении. Слышь, показывают, что мы на 10 этаж поднялись часы. Блин, как это телевозит живет? Короче, с камерой очень жестко подниматься, поэтому Леха стремительно пошел вперед. Вот. Вот. Но с камерой очень стрёмно. Миша там ползет. Вот. Ну, мы близки у цели, мне кажется. Мы близки. Мне кажется, это уже вершина. Вот он. Вау! Ребята! Мне так круче! Чем вы могли подумать? Это реально вулкан. Еб... Ох... Подожди, чувак. Это... Вот тут я, Леха, реально оху... Просто. На самом деле, я еще когда в детстве читал про вулкан Эдна, думал, блин, как же это страшно. Ну, природные явления типа вулкана. И слава богу, что этот уже давно умер, спит. То есть он никакой опасности не несет за собой. Но вулкан это так страшно, мне кажется. Поэтому слава богу, что в этом мире минус один вулкан. Вот такой градус здесь. Не очень-то просто, на самом деле, спуститься. Миша, они вообще бедные, у него кроссовки скользят, поэтому... Испытания останутся в два раза сложнее. Ну да, такая крутая горочка. Сейчас дожидаюсь Мишу, пока он спустится с вулкана. После этого мы садимся в вертолеты, чтобы выполнить следующую цель. Официально я сики-сики здесь. Сики-сики. Даже не верится, что я это сделал. Ну что, друзья, мы покорили этот вулкан 350 метров. Слава богу, что он уже давно не рабочий. Знаете, что в конце, мне кажется, племя Самбуру покажется вообще легкой прогулкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, у нас осталось заключительное задание. Это ночевка в пустыне, пока непонятно, получится у нас это или нет, потому что пустыню я еще не видел и как-то кого не находился еще в пустыне. Сейчас мы сядем в вертолет, полетим в самую жесткую пустыню, которая находится в Кении, и попробуем там переночевать. Что из этого получится, я не знаю. В общем, все увидите, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы прилетели на нашу последнюю локацию. Это пустыня настоящая. Никаких приколов, мы находимся в Африке. Это последнее задание. Нужно здесь провести будет ночь. Это не очень хорошая идея, я не думаю. Но почему? У нас не достаточно воды, чтобы остаться здесь. И десерт – это очень опасное место, без воды. И нет возможности. Пойдем домой. Я рекомендую, что мы вернем сюда. Конечно. Хорошо. Давай, Алексей, давай домой. Хорошо. 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 Короче, ребята, вы слышали Гарри. Он сказал, что здесь нереально оставаться. Я, правда, скажу, во-первых, в Кении мы попробовали все сделать. Да, есть моменты, которые… Единственное, что у нас не получилось – это пустыня. Но реально, когда я уже сюда подлетал, я понимал, что это какой-то перебор. Ну и, блин, я не знаю, может подготовиться получше, приехать еще раз в какую-нибудь другую пустыню, может быть, в Арабских Эмиратах, и попробовать там в какой-нибудь другой команде остаться на ночь. Это, во всяком случае, безумно интересно, но не сегодня. Сегодня у нас не получится остаться в пустыне. Ну что, два из трех. Леша сражался как мог, но он провалил последний челлендж. Поэтому вот эти 50 тысяч рублей отправляются не ему, а вам. Чтобы получить эти деньги, все, что вам нужно сделать – это написать слово «Кения» в комментариях и добавить любую вашу социальную сеть, чтобы мы с вами связались. И все. Буквально в следующем ролике Леша объявит победителя. А я с вами прощаюсь. Мне кажется, это был невероятно экстремальный и увлекательный ролик. И вы ждете продолжения. Если вы хотите, чтобы Леша опять отправился в какое-то невероятно опасное место, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Потому что Леша свои слова держит. И в следующий раз удивит вас еще больше. А с вами был Дима Масленников. Пока. 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 Пока.